Что касается самого Максименко, я напомню, что это было дело не только его. Это был год, его арестовали в 16-м, а в 18-м, вот эти два года нас ждали потрясающие открытия. Нам все время рассказывали про все более и более рекордные суммы, которые были найдены при обысках. А вот это был один из рекордов при аресте троицы именно Михаила Максименко, его зама и знаменитого Дениса Никандрова. Там были какие-то рекордные совершенно суммы. Если кто-то успел посмотреть маленький сериал Константинопольского про Чичкова, собственно, «Мертвые души», еще такой довоенный, еще, там, собственно, концовочка, последняя серия как раз примерно про это дело. И, конечно, Михаил Максименко не мог покончить с собой ни в коем случае. Для него этот приговор был большой неприятностью, конечно, большой неприятностью на жизненном пути, но вовсе не конец этой жизни, в общем, наоборот. Есть очень много колоний, где сидят так называемые БС, бывшие сотрудники на безопасном содержании, и все прекрасно понимают, что будет дальше. Совсем недавно был объявлен федеральный розыск, тоже один из бывших замок Бастрыкина, Дмитрий Довгий, и, собственно, он тоже отсидел, потом вышел, построил в Питере очень серьезный бизнес. В общем, вполне себе был человеком влиятельным. Ну, вот по второму разу его все-таки объявили в федеральный розыск, он уехал. А так, в общем, он показывал своим примером, своей жизнью, что, ну, посидел, ну, 10 лет, ну, 13, ну и что. Все равно на свободу выходишь, все нормально получаешь. Он не был склонен ни к суициду, Михаил Максименко. Сидел очень спокойно, ровно, что называется. Его уважали, и никаких признаков суицидальных он не проявлял. Ну, то есть, это не суноубийство. Это, конечно же, убийство. Тут вообще, что называется, нечего гадать. И причина тому, она лежит не в плоскости каких-то вещей, что он слишком много знал, или это предательство. Ну, в этих кругах вообще предательство – это нормы жизни. Это не какое-то выдающееся действие. Деньги, конечно, деньги. Он явно совершенно сел, не распределив или недораспределив гораздо более серьезные финансовые потоки, чем пресловутые полмиллиона долларов взятки от одного из соратников. Крома Ладова, Шейх Ахметова, по-моему. И это только повод было его взять с поличным, больше ничего. Конечно, там гораздо, гораздо, гораздо более весомые деньги. Там счет идет, в общем, даже не на миллионы, счет идет на миллиарды. И... Что такое недораспределим финансовые потоки? Потоки между кем и кем? Извините мою наивность. Это потоки между, так сказать, крышуемыми и Следственным комитетом. Обычно это так. Ведь Шакро Молодой тоже был связан с Следственным комитетом, именно прежде всего финансово. Следственный комитет его крышевал, а, собственно, Шакро Молодой выдавал, собственно, часть денег туда. Если вы помните, это было дело о перестрелке на улице Рочдельской, когда поссорились две барышни в ресторане. Одна барышня была, барышня из, так сказать, из Малины, была девушкой Шакро Молодого, а вторая барышня имела крышу в ФСБ. И была перестрелка. В итоге одни вызвали СК, другие вызвали ФСБ. И между ними была перестрелка. И потом они, собственно, друга сажали. Из-за этих двух барышек была огромная вот эта вот, огромная склока выяснилась, что одни бандиты связаны финансово и крышей ФСБ, а другие бандиты связаны финансово и крышей с СКР. И это были, конечно, не его деньги. Это был такой кошелек. И он сел, не дораспределив финансовые потоки. Вы знаете, похожая история очень случилась, например, с Михаилом Абызовым, который сейчас сидит в Лефортово. То есть люди, которые, в общем, следят за происходящим, все это прекрасно понимают. Другое дело, что Абызов понял, поэтому живой. Михаил Максименко все-таки решил настаивать на чем-то, скорее всего, на своем выходе. Что давайте я выйду и распределю. И распределю деньги. Нет. И, так сказать, то, что произошло, смерть Михаила Максименко на шнурках, в коптерке, в зоне строгого режима, это, конечно, это люди зафиксировали убытки, что называется. Это фиксация убытков. Больше ничего. Вот на примере Михаила Абызова это проще всего пояснить. Потому что он этот выбор сделал другой. Михаил Абызов, это очень известная история. То есть, по-моему, все финансисты и все силовики ее знают. Михаил Абызов сел с деньгами Альфы, группы Альфы. И его, уже сидящего в Лефорте, попросили их вернуть. Деньги были у него в крипте. Это известно тоже. В тонах. Это криптовалюта Дурова, основателя Телеграма. Ключи только в голове Абызова. Да, это криптовалюта. Да, он подумал и выдал ключи. Это вещь известная. Дуров отдал деньги по номиналу. Тогда, как всем остальным, говорят даже наркокартелям, выдавался 30% дисконтам. А Абызов отдал. И поэтому он жив. И он жив, да. И он жив. И он жив. Кстати говоря, когда Михаил Фридман говорит, что ему не понравилось лоноги, я его понимаю. Спасибо большое. Это была Ольга Романова, глава фонда «Руссидящая». Мы говорили о сенсационной, по-своему, новости, о гибели по неизвестной, на самом деле, причине ключевого силовика Михаила Максименко, который явно, по мнению Ольги Романовой, не хотел умирать. Я его не так все еще хотел. Редактор субтитров А.Д liv. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...